Всем привет! Сегодня мне предъявили обвинение по 112 статье Уголовного кодекса Причинение вреда здоровью средней тяжести до 5 лет лишения свободы Это в продолжение темы с незаконным лишением свободы Ну и вся эта спецоперация, ссылка в описании, если кто не смотрел, посмотрите Так вот, для чего же нужна была эта спецоперация по лишению свободы? Ну как вы понимаете, любой произвол по отношению ко мне, ну моментально тут же становится собственно достоянием общественности по известным вам причинам Именно для этих целей они меня укатали в спецприемник, как повторяюсь, уже на 10 суток Для того, чтобы загнать дело в суд по 112, то есть нужно прийти туда, ознакомиться с материалами, предъявить обвинение Так, чтобы никто этого не видел без свидетелей Видеосъемка производится и может, кроме комнат приема граждан Мой кабинетской комнаты приема граждан Знакомьтесь, это существо женского пола, которое в свою очередь представляется следователем Шведовой В чем я глубоко сомневаюсь Она приходила в спецприемник один раз, она каждый день, через день туда ломилась Но я не выходил из камеры, а заставить меня никто не имеет права, то есть по закону, по условиям содержания Но один раз я все-таки с ней согласился встретиться, чтобы поговорить Она показала удостоверение служебное Короче, то, что там на корках, и то, что я видел своими глазами, это два разных человека То есть там, ну они отличаются То есть если возьмете удостоверение, вот будете смотреть и на нее, то есть вы заметите, вы это поймете, что это разные люди Так, начинаем по порядку Вы кто? На вас форменной одежды нету, вы кто? Я вам представлялась уже неоднократно Нет, не представлялась, вы кто? Я третий раз вижу женщину без форменной одежды, вы кто? Вы кто? Михаил Евгеньевич, я вам запрещаю вести видеосъемку Начнем, начнем с вопроса, кто вы Мы собираемся в комнату приема граждан, а это единственное место в отделе полиции, где? Вы кто? Начнем проводить видеосъемку Я спрашиваю, вы кто? Михаил Евгеньевич Значит, в комнату для приема граждан сейчас пойдем Вы в интернете выкладывали, значит, данные Я записываю для обжалования вашей действия в студии Хорошо Только я изыму видеозаписи, вы будете обжаловать в суде По окончанию Ну я отправляюсь вниз, тогда значит Спускайтесь в комнату для приема граждан, если вы меня здесь запрещаете Женщина, никто ее Женщина, никто Давайте вот сами Что-то происходит вообще? Вы ограничиваете мое право, свободу Ни документов, ни кто такая вообще Я изыму там какую-то запись Уголовное дело они возбудили вообще в мае 2019 года То есть, они не смогли привлечь меня к административной ответственности Ну доказательств, потому что никаких не было То есть, ну просто взяли, да, придумали, что их там поливали с баллончика газом То есть, ну об этом чуть позже Так вот, первое сначала занималась тема Познякова А что-то, вот этот какой-то баллончик здесь указан Что это такое? Баллончик, который у вас забирал с адреса Меня не забирал этот баллончик Когда он приезжал Минутку А он его описывал? То есть, в уголовном деле появился какой-то баллончик Не, ну он мелькал уже на видео до этого Но тут он вдруг появился в материалах дела При том, что он законным путем никаким не изымался И является вообще каким-то посторонним предметом Так вот, Познякова еще намеревалась на этот предмет назначить экспертизу То есть, понимаете, ну у них, ну нет никаких доказательств в уголовном деле То есть, это свинификация чистейшая То есть, все на словах, со слов построено Вот представляете, вот с баллончика побрызгали там Ну воздух испортили, да Как можно вообще это доказать, что это было? То есть, при условии, что там свидетелей никаких нет Есть только заявитель, собственно, и свидетель То есть, они вдвоем были в подъезде Вот они и придумали этот баллончик То есть, они его туда поместили в дело И, как я уже говорил, то есть, пытались назначить по нему экспертизу Это был в ноябре Я тут же начал жаловаться в прокуратуру То есть, их начальству, в следственном комитете У меня просто отказывались принимать заявление То есть, я ходил И тут все пропали То есть, я не получил ответов на жалобы И, собственно, Познякова исчезла С ноября месяца, подчеркиваю До появления вот этого существа Похожего на следователя, представляющегося шведовой В специальном приемнике в апреле Вот начальник отдела Здравствуйте Это кто? Вот это кто? И опять продолжение вот этой истории Кто ты такая? Покажи свои документы То есть, я вышел из ее кабинета Спустился на первый этаж И, собственно, получилось так Что к клетке подошел начальник отдела То есть, Лешокову фамилию Он в маске там И, собственно, спустилась Это типа шведова И, вот смотрите, что происходит Я просто спрашиваю Это кто? Скажите мне, пожалуйста, кто этот человек А вы кто? Я Михаил Генчич Ауферов Подозреваемый по делу пришел Это кто? Вот это кто такая? На ней нет форменной одежды Я третий раз ее вижу без форменной одежды Она отказывается документы предъявлять Кто это? Есть служебное удостоверение То есть, она вылазит оттуда И начинает что-то мне там разжевывать Вот представляете эту ситуацию И я ей говорю Ну так документы ты будешь показывать или нет? Вы присаживайтесь, присаживайтесь Ну это вы присаживайтесь У меня живот болит, когда я сижу Понятно Михаил Генчич, хотела бы снова начать Ну, изначальный аут Начнем с того, вы кто? Я следователь отдела полиции Киров Документы предъявите Я нахожусь в отделе полиции Вы были только что у меня в кабинете Вы мои документы видели и даже озвучили их уже в интернете Часть 5 Федеральный закон номер 3 о полиции Документы будьте добры Что вы являетесь следователем отдела полиции Хорошо Документы предъявляйте? Все, предъявлю документы Схожу еще раз на четвертый этаж Как вы вообще уходите к людям без документов? Потому что я нахожусь в отделе полиции И что вы нахожусь в отделе полиции? В соответствии с законом полиции Если я нахожусь в здании полиции В своем служебном кабинете Либо просто в здании Я имею право В форме надежды еще при этом На вас быть должны Не обязательно Согласно внутреннего регламента Я имею право находиться в заключении Без форме надежды Документы будьте добры И она отправляется обратно за документами Что это за чехарда И что это такое Я вам объясняю Знаете такое понятие Их там нет Их там нет На востоке Украины Их там нет В Сирии Их там нет еще и среди вас Оказывается К чему это? Когда надо им в суд Загнать вот такую свинификацию Понимаете То есть Ее добивает Какое-то вот существо Которое вообще не работает В полиции Ему делают поддельные документы То есть со стороны Просто какое-то там лицо Так вот И если суда Эта свинификация Возвращается обратно Например на доследование Слишком много ошибок Или нет доказательств То после прокуратуры Оно где-то теряется на почте А такого следователя Как бы вообще не было Их там нет Понимаете Да в чем смысл Но смотрим еще раз На их там нет Документы ваши Будьте добры На видеокамеру запишаюсь На стол положите Сотографировать хочу Вы его уже по-моему Переписывали Даже озвучивали На стол положите Сотографировать хочу Но удостоверение Фотографировать не надо Чего это не надо Я желаю Я желаю сделать запрос В МВД России Что вы являетесь Следователем На стол положите На стол положите Фотографировать Фотографировать Свою удостоверение Почему Где-какие Вы права мои нарушаете Что-ли сейчас Не понимаю Вы имеете право Получить копию Служебного удостоверения Сотрудника полиции Положите на стол Это документ На основании В соответствии с какой статьей Вы имеете право Получить копию Служебного удостоверения Сотрудника полиции На основании Части 2 Статьи 24 Конституции Российской Федерации Что там скажут Требую Познакомить Меня С удостоверением Сотрудника полиции С документами Затрагивающими Мои права И законные интересы С документом Сотрудника полиции Вы представляете С сотрудниками В этой следствии Документы будете Мне предъявлять Или нет Документы будете Предъявлять Или мы про это Как это Опускаем Этот момент Документ Служебное удостоверение Напечатанный На народные деньги Выданный им Для того Чтобы показывать Народу Сколько вы И как Посчитаете Нужным Так вы с ним Можете знакомиться Ну в разумных пределах Конечно там Ну 10 минут Вам позволят Не больше То есть Любой Абсолютный Чиновник Любой Чин Который Представляется Какой-то Властью То есть Или местным Самоуправлением Обязан По вашему требованию Предъявить Своё служебное Удостоверение Удостоверение Личности Если вы того Захотели Положить на стол Чтобы вы могли Его сфотографировать Ну у меня Мне например Плохо Видят глаза Когда мало Света То есть Я хочу Сфотографировать Прийти дома На компьютере Увеличить Сделать запрос В орган Чтобы мне на бумаге Подтвердили Что вот этот человек Его сфотографировать Удостоверение Что он реально Является работником Но мне не позволили Как видите Этого сделать А по причинам Описаны мной Уже Выше Ну что ж Собственно Заявляю Ходатайство Об исключении Посторонних предметов Из материалов Уголовного дела Следователю Следственного отдела Вам наверное Шведовый Ходатство В ноябре 2019 года Я явился В отдел полиции Кировский По вызову Старшего дознавателя Познякова НН Для ознакомления С постановлением О назначении Судебно-медицинской Экспертизы 4-10-го 2019 года При ознакомлении С постановлением Внаружи Что Познякова НН Приобщила К материалам Уголовного дела Номер вам известен Предмет Неизвестного Происхождения А именно Баллончик ОСС Блэк-Аэрозольный Средства Самообороны Защиты От собак Вещества То есть Описано Вещество Указан выше Предмет Не изымался В порядке Статьи 182-184 УПК РФ Лично у меня В жилище При обыске Происхождение Неизвестно Требую Исключить Из материалов Уголовного дела Номер 11-90 132-00 58-03-06-84 Предмет Неизвестного Происхождения А именно Баллончик ОС-Плюс СС-Блэк Аэрозольный Встроенный 65 мм Отказ Удовлетворения Данного Ходатства Стану Рассматривать Как фальсификацию Доказательств По уголовному делу Предупреждаю вас Об уголовной Ответственности Части 2 Статьи 303 Части 1 Статьи 286-й Уголовного Кодекса России Принимайте Далее Я заявляю Ходатайство О приобщении К материалам Дела Доказательств Совершения Преступления Липином И Пондаренко 215-й 2-й Я убежден Просто Что это Именно так Ну потому Что Понимаете Есть понятие Отключение По госту Электроэнергии А есть понятие Просто порча Выведения Из строя Объекта Жизнеобеспечения А только Ведущая Сеть В квартиру Является Именно Таковым Читайте Комментарии К статье Читайте Саму Статью Следователю ИСО Шведовой Вот Михаил Генчев Ходатство Прошу Приобщить Материалом Уголовного Дела 11 90 132 00 580 30 684 112 УК РФ Документы Подтверждающие Пакт совершения Бондаренко ИСВ И Липиным Н.А. 13.03.2019 Временном промежутке 11.25.11.35 По адресу Город Кемерово Улица Ушаково Дом номер 5 Площадка Квартир 82.85 Преступление Части 2 Пункт А И Пункт В Статьи 215.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации Что в свою очередь Также подтверждается Показаниями Бондаренко ИСВ И Липина Н.А. При проведении Очных ставок 2.0 И.10. Сентября 2019 Года К документам Я предлагаю Следующее Договор Об оказании Услуг Вот он С электриком Который восстанавливал Электрическую сеть Расписка В получении Денежных средств За проделанные Работы Фотографии Поврежденные Электросети Свидетельства Свидетельства Электрика Свидетельства ИП Электрика Выписку ИП Электрики Фазный провод Приходит Он должен Вот он Второй кусок Вот она Перемычка Она должна Ити отсюда Сюда Фазный провод Откусанный Вот так вот Отсюда До пакетника Как вы думаете Что происходит Дальше После этого Неустановленное Лицо Представляющееся Шведовой Засушив Эти Ходатства Собственно Пошла Устанавливать Новые обстоятельства Прекращать Производство Привлекать К ответственности Настоящих Преступников Которые Себя Просто Отмазывают Путем Оговора Меня Нет Она Предъявляет Мне Необвинение Сделал шаг В сторону Бондаренко На лестничную площадку После чего Умышленно Осознавая Общественную Опасность Своих Действий Желаем Наступления Общественно Опасных Последствий С целью Причинения Вреда Здоровью Средней Тяжести С применением Предмета Используемого В качестве Оружия Содержащего Газообразное Химическое Вещество Направила Сторон Бондаренко Стоящим Непосредственной Близости От него После чего Распылил Газообразное Химическое Вещество В область Глаза Лица Потерпевшей В результате Чего Согласно Заключению Эксперта Номер 26 6 24 2004 2020 Года Кемеровского Областного Клинического Бюро Судебно-медицинской Экспертизы Бондаренко Свой Причинен Химический Ожог Лица Слева Левую Ушную Раковину Первой Степени Конъюнктив Своими действиями Алферов Михаил Евгеньевич Совершил Преступление Предусмотрено Пунктами Б. З. Ч. 2 Статья 112 УК РФ Причинение Средней Тяжести Вреда Здоровья Не опасна Для жизни Человека Не повлекшего Последствия Указан Статья 111 Но вызвавшая Длительное Расстройство Здоровья Утрата Общей Трудоспособности Менее чем На 1 Треть Возношение Лица В связи С осуществлением Данным лицом Служебной деятельности С применением Предметов Используемых В качестве Оружия На основании Значит Руководствуясь 171 И 177 Статьями УК РФ Я предъявляю Вам Обвинение По данному Поводу То есть Дознаватель Познякова Почему Съехала Со Слинификацией Прекратила Не только Потому что Там Непонятка С этим Балончиком То что Это посторонний Предмет Незаконное Какое-то Доказательство Которое Нельзя Использовать В процессе Смысл В том Что На самих Очных Ставках Липин И Бондаренко Настолько Разошлись Показания Именно Описание Вот этого Момента Что было У электро Щитовой Пока я Случала Двери Николай Вернулся На пятый Этаж И отключил Колпера Умкаила Какие двери Пока Случала В 78 Квартиру Пока Я пыталась Вернуть Ведро Я Не могу Так Николай Что сделал Ну Рассердившись Вернулся И отключил Колпера Михаила Отключил Ток Да Поступление Электроэнергии Квартиру Он не стал Открывать Ну Не открывает А у него Задолженность Большая Ну Что Будь Делать Я У нее Советую Что Будь Делать Он Давай Режь Ну Я Беру И Отключаю Газ Попадаю Чтобы Не ошибиться Ну Все Так Она Сказала Вам Режь Да Отключай Ну Чтобы Режь Или Отключай Ну Отключай Так Чтобы Наталья Я вам Замечание Делаю Вы уже Наводящие Вопросы Даете Сказала Вам Резать Вы Разрезали Провода Да Продолжаем Ну Рассердившись Вернулся Отключил Алтар Михаила Давай Режь Я Беру И Отключаю Реальных преступников Освобождают От ответственности Обвинения Предъявляют Мне Возвращаемся К фактическим Обстоятельствам Десять минут Они провели В подъезде Вышли Из подъезда И не сели На лавку Затем Чтобы вызвать Скорую помощь Чем плохо Помогите Пожалуйста Мы не можем Ну как Они там Все это Описывают По делу Да А просто Бодрячком Так Бах И валят Там Куда-то В другую Сторону Совершенно То есть Даже Не по направлению К своему месту Работы Как они Описывают Все Короче говоря Никакой 112 Никакого Баллончика Никакого Газа Там Нету Зато Там Есть 215 Вторая Я спускалась По перилам А электрик Не помогал? Электрик Держался За моего Он тоже По перилам Спускался Мы как-то Вот Или он Так За руку Меня Держал В общем Мы полуслепые Спускались Возвращаемся К фактическим Обстоятельствам 10 минут Они провели В подъезде Вышли Из подъезда И не сели На лавку Затем Чтобы вызвать Скорую помощь Им плохо Помогите Пожалуйста Мы не можем Ну как Они там Все это Описывают По делу А просто Бодрячком Так Бах И валят Там Куда-то В другую Сторону Это связано С визитом К заместителю Губернатора По вопросам Здравоохранения То есть 12 марта Я приходил На прием Сделал Про нее Видео Какая Она там Уникальная В своей Гениальности И на следующий день Не приходят Отключать Электроэнергию То есть Население района Составляет 40 тысяч Человек Непосредственно Я обращался На то Чтобы привлечь К ответственности Путем Даже Фальсификации Ну Невиновного Человека Ну Конечно же Потому что Этот человек Он виновен Ну Наверное В том А именно Я Что Имею Активную Гражданскую Позицию О том Что Я Несогласный То есть Активный То есть Выказываю Всем своим Видом Презрение К тому Что Вы Ошибочно Называете Государством Это Борисик Начальник Центра Противодействия Экскримизму Главного Управления МВД России По Кемеровской Области Он Именно Является Модератором Всего Этого Процесса Постановление Сперва Ознакомишься И зайдешь Что ты Что это Такое Представляюсь Какой Ты сотрудник Полиции Главного Управления Чего Главного Управления МВД России По Кемеровской Области Кто Это Такой Вообще То есть Это Из Какого-то Маленького Города Кемеровской Области То есть Он Живет В Ипотечной Квартире Получает Полтинник За Начальника И Полтинник Премию В месяц За Отсутствие Взыскания Ну а Поскольку Его Подчиненные Занимаются Только тем Что пишут Рабочий День У него И его Подчиненных Знаете Какой Замечательный Бам Такую Работу Вот Вы Приходите На Свой Завод Одеваете Там Перчатки Лезете В масло И химию Там Или Приходите На Свою Стройку Одеваете Каску И Берете В руки Отбойный Молоток И Там С вас Ильет Жгучий Пот К вечеру Вы Еле Еле Дотаскиваете Вашу Пятую Точку До Кухни А Потом До Дивана Так Вот У этих Борисиков И его Поднизок Рабочий День Начинается С того Что Они Все Встретились Побухтели Поговорили Налили Себе Кофе Сели За Компьютер С доступом В интернет И Читают Там Посты Смотрят Видео Собственно И пишут Рапорты Бесконечные Во все Органы Власти Вот Для Чего Существует Этот Борисик И ему Подобные Так Вот Для Того Чтобы Просто Жрать Зарплату Просто Чтобы Получать Зарплату Вот Ему Звонят И Говорят Ну Ка Придумай Там Что Нибудь С этим Алфером А может Даже Денег Дают Уже Не Исключено Да То И И Он Начинает И Они Начинают Всю Дверну Два Федеральный Закон О Противодействии Экстремистой Деятельности Ну А с чего Я Это Взял Вообще И Как Так Вот Пожалуйста Этот Самый Борисик 14 Марта То Есть На Следующий День Засветился На Видео Что Вообще Там 14 Марта Дел Центр Противодействия Экстремизму В лице Борисика Еще Там Балтивец По-моему Был На площадке Стоял Это Бытовуха Которая Вообще Никакого Отношения Не имеет К вопросу Там Власти И ее Охраны Да Я вам Больше Скажу Борисик Это Именно Тот Кто Возил Специальный Приемник Познякову Именно Тот Кто Возил Специальный Приемник Эту Шведову Сопровождение По уголовным Делам По обоим Уголовным Делам Которые В отношении Меня Центр Противодействия Экстремизму Они Оба Наполнены Материалами Фальсифицированными Материалами Подчеркиваю Оперативной Разыскной Деятельности То есть И Я Предполагаю Вот Я Думаю Что Именно Борисик Это Тот Кто Подбросил Мне Балончик На Край Двери Дома А дальше Они Собирались Зайти С неотложным Обыском Знаете Как это По постановлению Следователей Тут же Его поднять Как доказательство Да вот Незадача Я сам Это заметил И когда Уже Приехал По вызову Участковый То есть Они не давали Закрыть дверь Людмиле Андреевне Тут напишите Мы закрывали Деревянную Входную Дверь После ухода Вот этих Людей Всех Я обнаружил Вот этот Предмет И тут Знаете Что Срывается Срывается Самое главное Это подделка Адактилоскопической Экспертизы Потому что Это участковый Он просто Берет его И хватает Своей рукой Сует в карман И дальше Они в уголовное Дело затолкали Да может быть Вообще Другой Даже нет Понимаете В чем Сусу То что он Поднял У меня В квартире И то что В уголовном Деле Это два Разных Предмета Могут быть То есть С точки зрения Закона Это вообще Никакое Не изъятие И они Вот на основании Этих Таких Доказательств Предъявляют Мне Обвинения А как там Попота Жировые следы Все дела И самообороны Я обращаюсь К видеоблогерам К журналистам К общественникам Прошу Вас Помогите мне В этой ситуации Придайте Огласки Этот факт Предъявления Мне обвинений По откровенно Фальсифицированному Свинофицированному Уголовному Делу Благодарю За внимание Подписывайтесь На канал Проверяйте Подписку Ставьте лайк Этому Видео И пишите Длинный Комментарий Всего доброго Будьте Здоровы